Друзья, всем привет! Сегодня, как и обещал, я хочу закончить и испытать один из своих давнишних проектов. Это фонарик на основе очень мощного светодиода. Фонарик полностью выточенный из металла. Изначально этот проект начинал для того, чтобы повысить свои навыки в токарной и фрезерной обработке. Этот проект мне очень помог в этом. Множество серий было, очень много красивых и интересных деталей получилось. Поэтому сегодня я еще все сведу в одну серию, так сказать, вся история создания фонарика. Плюс изначально мы доделаем несколько недостающих деталей, усовершенствуем конструкцию. Еще что я хочу сделать, это улучшить фокус. В принципе фонарик бьет очень мощно и далеко, но мне не нравится, что, допустим, на расстоянии 500 метров фокусировка видно каждый светодиод из светодиодной матрицы. Хочется добиться такого мягкого, но плотного круглого пятна. Для этого я сегодня купил так называемый тир линзы и мы их будем совмещать с линзой Фринеля. Эта серия, я надеюсь, будет служить мотивацией для вас. Мотивацией для того, чтобы вы свои проекты заканчивали до конца. Потому что очень много интересов, хватаешься за одно, за другое и зачастую после нескольких лет все эти проекты не доделаны. Даже у меня есть такие, поэтому обязательно сегодня все доделаем до конца. И еще этот фонарик, после того, как я доделаю, я подарю очень хорошему человеку Тимуру, который тоже помогает мне, помогает каналу. Он дарит очень много чего полезного. И, кстати, один из подарков вы увидите в следующем видео. Будем испытывать его. Ну что, ребят, давайте работать. Токарка! И сначала я сделаю накаточку на корпусе. Это одновременно будет и ручка, потому что это центральная деталь. И будет удобно за нее держаться. Теперь в корпусе нужно сделать отверстие под регулятор и под кнопку. Причем еще нужно умудриться там нарезать резьбу для фиксации. Резистор с регулятора я выпоил, потому что сам регулятор будет расположен на радиаторе вместе с драйвером светодиода. Для нарезания нестандартных резьб у меня есть два самодельных метчика. Это я сделал из сверла, а это из фрезы. В принципе, по алюминию они работают очень хорошо. Может потом покажу в отдельном видео, как я их делаю. Аккуратно вращаю и поддаю поперечной подачи. Прям чувствуется, как метчик проходит. То есть делаю одновременно два движения. Не забываем смазывать. Вот таким образом можно нарезать нестандартные резьбы на цилиндрах. Здесь, кстати, диаметр резьбы 6,8 мм, а шаг 0,8 мм. Все, одно отверстие готово. Естественно, резистор будет закручиваться изнутри. Теперь второе отверстие под кнопку. Укрутилку регулятора я буду еще укорачивать, подгонять. По-моему, получилось великолепно. Покажу вам вблизи, как выглядят тир-линзы. Вы можете сравнить размер, посмотреть по сравнению со светодиодом. Как вы видите, то, о чем я говорил, матрица светодиодная состоит из 16 отдельных светодиодов. И при помощи линзы Френхеля все это так и фокусируется, такой решеткой. Надеюсь, эти линзы нам помогут сфокусировать. Каждый из линз имеет свою конструкцию и фокусирует луч по-своему, под определенным углом. Вот таким образом линза будет устанавливаться непосредственно на светодиод на небольшом расстоянии, потому что светодиод очень сильно греется. И также я вам покажу вторую линзу, которая используется в фонарике. Это линза Френеля диаметром 300 мм. Правда, фонарики используются диаметром 100 мм. Но это самая настоящая линза Френеля. Многие не верили в комментариях под прошлым видео, что ты не линзу Френеля используешь, а обычную линзу. Вот смотрите, ребята, абсолютно плоская. Кто не знает, что такое и с чем это едят, поизучайте вопрос. В YouTube очень много видео на эту тему. Такая линза прекрасно фокусирует свет. Очень легкая, пластиковая, не бьющаяся. Ее даже можно брать с собой в поход за какие-то секунды. Разжигает костер. Я думаю, даже прекрасный подарок детям. Что-нибудь пофокусировать, либо повыжигать, как мы играли в детстве. Кому интересно, ссылочка будет в описании. Кстати, такую же линзу, только диаметром уже 400 мм. Я заказал для ксенонового монстра. Очень интересно, как он поведет себя в спарке в такой линзе. Какой будет лучше, насколько будет бить. Я думаю, будет улучшение. Для корпуса под батарейку я прикупил трубу диаметром 60 мм. Тоже дюралюминий D16T. Так сказать, чтобы упростить себе немножко задачу. Поменьше работы выполнять, не растачивать внутри на такую глубину. Но самое интересное, что по деньгам, то на то и выходит. Кругляк 60 мм D16T стоит 800 рублей килограмм, если в килограммах считать. А труба уже стоит 2300 с чем-то. То есть в три раза дороже. Так что, в принципе, экономии по деньгам никакой. Но работы, конечно, гораздо меньше. В этом деле очень, конечно, выручает LUNET, который мне подарил подписчик. Светлый человек, за что ему просто огромнейшее спасибо. Поехали. Нужно торцать и с двух сторон нарезать внутреннюю резьбу. Плюс, наверное, наделаю для красоты канавок на корпусе. Отправки с двух сторон. И теперь мне осталось обработать цилиндр снаружи. Вот, друзья, вот такая у меня деталь симпатичная получилась. Напомню, это корпус батарейки фонарика. Здесь резьба с двух сторон для фиксации к корпусу и задняя крышка, которая все закрывает. Маленький совет. Перед проверкой дюралюминиевой резьбы алюминиевой всегда смазывайте. Ибо может закусить так, что вы никогда в жизни не раскрутите. Друзья, кому интересно, какими сверлами я пользуюсь на маленьком фрезере, ссылочка будет в описании. Это не фрезы, а именно сверла. Сейчас я пользовался сверлом диаметром 1,5 миллиметра. Чтобы ими пользоваться, нужно дополнительно иметь вот такой цанговый патрон ER11. И плюс у меня есть огромный набор цанг под этот патрон. Экономим металл. Фрезерую радиатор. Весь в стружке и стружка буквально везде, даже в трусах. Весь в стружке. Осталось всю эту красоту отрезать. Думаю, все до конца доводить не буду. Лучше сломать. Оп! Осталось всю эту красоту отрезать. Подгоняю крыльчаточку в размер. Подгоняю крыльчаточку в размер. Как вы видите из 3d модели нам нужно профрезеровать 28 пазов глубиной 11 миллиметров и 2 паза глубиной 1,5 миллиметра. Делить буду с помощью патрона. Здесь у меня 60 делений. Каждый новый паз я буду смещать на два деления. Первый паз я сделаю глубиной 1,5 миллиметра. Такой же паз будет еще один на противоположной стороне симметрично эти пазы предназначены для проводов. Смещаю на два деления. Еще 3 миллиметра. Все вокруг в сош и в очень мелкой стружке как иголки. Очень неприятно. Вот такая очень мелкая стружка и впивается буквально во все что можно. Ребят это фиаско. Показываю все как есть. Видите один паз профрезеровал больше чем нужно. Решил продолжить фрезеровку, но следующую лопасть уже на заглублении 6 миллиметров закусила. Так что буду все переделывать. Ни в коем случае я не остановлюсь и вернусь к вам уже с почти готовой деталью. Тем более есть у меня желание и сверху оставить такое же усиление. Чтобы можно было свободно выводить фрезу не боясь. Просто видите на окончании вообще нету никакой жесткости. Так что заодно и улучшим конструкцию. Заодно ищите внимание. ПОКАЛ tah Допилю. Сейчас мне очень аккуратно нужно обточить корпус светодиода, потому что по габаритам он не влезет в старый радиатор. КОНЕЦ КОНЕЦ Закончил фрезеровку. Ребята немного шлифанул, убрал все заусенцы, вот такие аккуратные пазы получились. Сделать их нужно было обязательно, чтобы эпоксидка после застывания не вылетела. Кто давно на канале, наверное уже догадался, что сейчас будет, а займемся мы центробежным литьем эпоксидной смолы. Ну что, соскучились по эпоксидке? Сделаю пробную примерку. Стало любопытно, как это будет выглядеть. Ну что, огонь. Перед эпоксидкой обязательно нужно деталь очистить и обезжирить. И теперь нужно иллюминаторы заклеить сверху скотчем, чтобы при вращении эпоксидка не вылетала. Замешиваю эпоксидную смолу литьевую. Я ее использую, потому что она очень прозрачная. Литьевая смола очень жидкая и можно использовать шприц для наполнения. Предварительно дегазировать эпоксидную смолу совсем не нужно. Все пузыри при центробежном вращении вытеснятся. Это уже проверено. Единственное небольшое неудобство для меня с этой эпоксидной смолой, что она полиримизуется часа 3-4. Так что ставлю вращение. 630 оборотов в минуту и дополнительно еще, наверное, буду подогревать немножко. Ну все ребята, по идее должно быть готово. Да, снимаю скотч. Пока выглядит вот так. Естественно эпоксидка повторила складки на скотче. Но тело деталей имеет запас и будет потом еще протачиваться, чтобы получились действительно прозрачные красивые окошки. И еще в конце отполируется. Пока получается какой-то богемский хрусталь. Покажу вам как получилось внутри. Видите как аккуратно внутренняя поверхность аж блестит. Но с размером не угадаешь. Так что придется обязательно еще протачивать, а потом полировать. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Продолжение следует... Продолжение следует... Выставил и закрепил я шаблон. И все я контролирую, проверяю, чтобы все было четко. Параллельно оси вращения выставлено. Проверяю угольниками. Все отлично получилось. Теперь можно выставлять копир. На заготовке резцом я уже коснулся внутреннего диаметра. Теперь копируем слегка касая шаблона и фиксирую его. Все подготовительные работы сделаны. Можно приступать. Продолжение следует... 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 Очень грубо, а здесь копир касается. Теперь я его отпускаю. Он ходит свободно. Двигаю резет, чтобы он коснулся стенки. Еще раз фиксирую. Теперь чистовой проход. Получается достойно. Сейчас буду шлифовать все это дело. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 была бы погодка получше луч бил бы гораздо гораздо дальше но и так тем что получилось я очень доволен так что я думаю это будет отличный подарок и очень полезная вещица для тимура по деревьям вопрос подвис воздухе и что делать теперь фонариком я доволен глаза все видят а вот камера не может поспать может завтра будет хорошая погода ребят вы ждал несколько дней погодка наладилась видимо сегодня просто отличная и хочу вам еще раз продемонстрировать возможности фонарика будем светить на то дальнее здание она строится там никто не живет до него по google картами измерял ровно километр ну надеюсь сегодня вам будет видна мощь этого луча настрою фокус так но сегодня отчетливо видно что фонарик спокойно до него добивает вот такой луч сторону вот это да так а то дальнее здание тоже по моему добивает попробую немножко увеличить для вас масштаб но еще раз посмотрим как светит фонарик без линзы квадратный луч квадратный луч как по мне так круглый луч поприятнее и теперь посмотрим как фонарик светит в лесу стало интересно вот так далеко видать пятно настолько яркое что освещает все вокруг так но так 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 так